Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я регулярно сталкиваюсь в комментах с людьми, свято верящими, что главное в рецепте – это состав продуктов и процентовка. Убеждать их писанины и зря время терять. Я в осенне-зимний период, когда по выходным у нас все магазины закрыты, часто пеку дома хлеб, потому что заранее не купишься и без него. Поэтому у меня есть парочка рецептов, которые я готовлю регулярно и делаю это практически с закрытыми глазами. Итак, сегодня два вида хлеба, даже три, на одном и том же составе продуктов, с точностью до грамма практически. Мука, соль, дрожжи, вода. И сейчас смешиваю все до увлажнения муки. Никакой однородности сейчас не надо. Вот так вот быстро смешал, чтобы сухой муки не осталось, и все. А сейчас просто накрываю, чтобы не пересыхало, и оставлю так минут на 15-20. 20 минут прошло, вымешиваю. Вымешиваю до средней скорости минут 8-10. Руками минут 10-12 займет. Делаем это до гладкости. Видите, какое оно стало? Такое прямо плотненькое, гладенькое. А, отлично! А сейчас надо дать ему выбродить. Чашку смазываю маслом растительным, сюда тесто, и опять же накрыть, чтобы не пересыхало. Оставить при комнатной температуре. И ждем 45 минут. Пока тесто для первого хлеба бродит, беру точно такое же, с точностью до грамма набора продуктов для второго. Те же 500 граммов муки, те же 10 граммов соли, те же 10 граммов дрожжей, и те же 340 граммов воды. Но вот техника замеса будет выглядеть немного по-другому. Воду сюда, сразу соль и сразу дрожжи. И перемешать до полного растворения их. Отлично! И вот теперь муку. И сразу вымешивать, без всяких оставлений на 20 минут. Время вымешивания минут 10 на средней скорости. Руками займет минут 15. Кстати, вымешивать такое тесто можно и вот в таком вот агрегате. Единственное, что нужно следить, чтобы миксер не загорел, потому что скорость у такого агрегата обычно большая, а мощность невысокая. Все готово. Оставляю тесто на 45 минут, на час от силы. Также защитить тесто от пересыхания. Ждем. Прошло 45 минут. Первое тесто надо сложить. Видите, оно подошло. Пока незначительно, конечно. Вот так. Складывать надо аккуратно. И оставляем еще на 45 минут, на час. Для второго теста тоже прошел уже почти час. Его надо энергично вымесить минутку. Руками тоже можно понадобиться, где-то полторы минуты энергичной такой работы. Вот так. Накрываем, чтобы не пересыхало. Оставляем еще на час. Прошел час. Смотрите, какое тесто получилось. Теперь стол надо подпылить мукой. И тесто разделить на три части. У меня будет три багета. Ну, а теперь формируем их. Для этого, смотрите, кусок расплющил и очень туго вот так вот прям сворачиваю колбасу. Это чтобы глютеновый каркас в тесте натягивался. И чтобы поверхность теста не пересыхала, накрываем его полотенцем. Растойка займет минут 30-40 при комнатной температуре. Я же когда батоны хлебные формовал, весь углекислый газ из теста выдавил. Поэтому нужно дать время дрожжам поработать и снова тесто поднять. Сразу греем духовку. Выпекать лучше всего на камне. Неважно на каком. Хоть вообще керамическую плитку, оставшуюся от ремонта. Осталось у вас забрасывать ее в духовку и греете. Температура 230 градусов, верхний и нижний нагрев. Очень важно, чтобы во время работы с тестом в кухне не было сквозняков. От них поверхность теста стремительно пересыхает. Получается такая корочка, которая мешает нормальному подъему. Тридцать минут прошло, пора сажать багеты в печь. Надо сделать надрезы, чтобы их развернуло. Тут тоже все непросто. Вот так вот резать не стоит. Хотя, знаете что, давайте я покажу, разрежу и покажу потом на готовом, почему так вот резать не стоит. А вот так вот резать правильно. Видите, линия надреза начинается там, где закончилась вот эта вот линия. Ну, так вот поперек здесь взять. Вот линия. И вот следующая вот здесь начинается. Соответственно, следующую начинаем вот здесь вот. вот так вот правильно. А последний разрежу ножницами. Теперь смотрите, такой фокус. Оп. 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 И оп. 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 Дорезать почти до конца. Ну, так вот. Получился ядекий колосок. И прямо на банке для выпечки в духовку. на противень внизу воды выпекаем с паром сразу после попадания теста в духовку его поверхность в этом горячем воздухе начинает стремительно сохнуть и начинает появляться корочка после чего теплота начинает прониковать проникать внутрь теста и пустырьки газа пытаются расшириться но корочка образовавшаяся снаружи уже затрудняет этот процесс поэтому добавлением воды по сути пара в духовку мы замедляем процесс появления корочки и тем самым облегчаем подъем теста в духовке тем временем настало время заняться вторым хлебом ведь как подошло тесто 2 будет формовой то есть выпечка форме вот такая вот обтяжка глютенового каркаса очень важно она позволяет натянуться этому каркасу и углекислому газу в тесте будет легче удерживаться форму смазываю растительным маслом его нужно немного от ровно столько же сколько ушло на смазывание чаши для первого теста во время выпечки она впитается в хлеб и состав этих хлебов получится абсолютно идентичным ну и так же закрываю чтобы не пересыхало и оставляю на расстойку на 45 минут на час то есть время расстойки второго хлеба больше бакет уже готовы им надо дать немного остыть чтобы лишняя влага из мякиша ушла и он стал более легкий более воздушный я пока камень из духовки уберу для формового хлеба мне не понадобится дождусь со стойки второго хлеба и в духовку его смотрите как поднялся отлично опять добавляю воду здесь выпечка немного по другой схеме первые 15-20 минут также с паром при температуре 220 градусов затем температуру понижают до 190 до 200 градусов и пеку еще 10-15 минут время на самом деле выпечки зависит от того насколько у вас духовка правильно показывает вашу температуру насколько врет так скажем градусник и от формы более плоская форма даст более низкий хлеб более широкий соответственно он может выпечиться быстрее то есть нужно принорабливаться к вашей духовке к вашим условиям о и второй готов более того ему уже дал остыть с полчасика где-то помните про надрезы говорил сейчас все покажу видите вот здесь надрезы были почти поперек багет длинный он под надрезом пытался раскрыться раскрываться-то некуда теперь что касается вкуса вы думаете раз тесто одного для этого багета и для голоска то и вкус один и тот же ничего подобного ведь корочка у любого хлеба по вкусу отличается от мякиша правильно в колоске корочки этой больше потому что я вот так его разрезал значит соответственно соотношение между вкусом корочки и мякишем в колоске превалирует сторону корочки а в сторону в обычном багете в сторону больше мякиша вот здесь колосок вы смотрите из такой формы надрезов здесь корочки гораздо больше гораздо теперь по формовому углевую пройдемся я вы сейчас разрежу смотрите какой хрустит прелесть какая видите и текстуров мякиш отличается и и аромат тоже отличается потому что введение теста выбражение его влияет на вкус теста потому что при одних режимах идет больше молочнокислое брожение при других больше спиртовое брожение идет соответственно это влияет и на текстуру и на размер вот этих пузырьков на в хлебе мякиша до крупностях и даже на вот саму бы плотность мякиша потому что вот здесь пузырьки мелкие но их много они распространились здесь пузырьки покрупнее соответственно то тесто которое между пузырьками оно более плотное такое так ну и что то давайте со вкусом значит вот этот кусочек это у меня багет обычный это кусочек от колоска крутящий классный с мякишем с нежным пушистый такой нет конечно готовить багеты на материнском тесте на масса мадре так называемый да то есть когда вы первый день готовите опару она стоит она перекисает она набирается ароматов на второй день вы добавляете свежего теста замешиваете получаете классный тест для багетов часть этого теста откладываете на завтра а все остальное запекаете там конечно ярче вкус и аромат но такие багеты готовятся значительно дольше по времени чем вот то что я вам показал теперь что касается вот это вот с корочкой с колосок слышите как хрустит у него из-за того что корочки больше вот этот аромат и вкус корочки настолько яркий настолько классный что когда это не такой вкус как у багета что касается формового он тоже классный но здесь мякиша гораздо больше то есть вот такой хлеб гораздо лучше идет на бутерброды то есть понятно что багет тоже можно вдоль разрезать но в качестве бутербродного вот такой вот формовой подходит даже лучше у него за счет того что он со всех сторон через металл прогревался у него более такая сыпучая что получается корочка боковая верхняя такая же как у багета а вот боковинки такие не в мелких пузырьках она такая более крошащаяся более сыпучая вся как будто в мелких мелких пузырьках значит можно сравнить с чипсиной такая же легкая воздушная сыпучая трескучая классная и за счет того что вот этот клеп формовой бродил подольше у него вот этот аромат кислинки присутствует гораздо больше он такой более более характерный что ли я бы сказал то есть имеет свой характер багеты тоже прекрасные но замечательно в своем роде то есть вот просто ухватить багетину такую отломить и стрескать вот такая вот штука и даже этот неплох несмотря что он так раскрылся просто тону поплотнее так пожестче тоже трескучий вот но вы видите то есть одно и то же тесто абсолютно состав один и тот же смешался одинаково даже количество масла в вот в этом да и вот в этом хлебе одно и тоже по сути но за счет разной техники ведения хлеба мы получаем разный по фактуре по текстуре и по вкусу хлеб так что обращайте особое внимание при приготовлении хлебов до при приготовлении чего угодно на технику технологию приготовления а не только на рецептурные составляющие этом позвольте с вами попрощаться огромное спасибо за компанию за лайки ваши за дизлайки за репосты всем пока